Пока строительный сезон продолжается, в городе будет слышен стук молотков. Пожалуй, громче всего сейчас он раздается на улице Молодежной. По программе капитального ремонта здесь чинят сразу несколько крыш. Внешне все выглядит впечатляюще, разве что смущает об решетке, не укрытой от дождя. Заглянув к жителям, мы убедились – опасения не напрасны. Сегодня я проснулась, вот болото у меня тут было. Все начало вытирать, дети тут ходят, все мокрые, все текет, вообще невозможно, без света живем уже два дня. Из люстры розеток в квартире Дарьева дар ручьем. Пол от постоянных луж вздулся, обои отошли, от влажности запотевает наша камера. Но больше всего многодетную маму беспокоит то, как ее старший ребенок будет делать уроки без света. Похоже, не знает ответ на этот вопрос и компания РСО+, которая ставит на доме новую кровлю. Вчера пришли, составили акт, сказали, ну что мы можем сделать, только что, когда это все кончится, там прийти, либо сделать ремонт какой-то, либо выплатить компенсацию. Ну а пока он говорит, а что я могу сделать, в воде некуда сбегать, там бассейн находится на крыше. В 42-м доме сейчас мокнет с десяток квартир. В соседней 44-й пятиэтажке, где клубы меняет другая компания СМУ-07, то же самое. Жители верхних этажей, вооружившись тазиками и тряпками, которые день собирают воду с пола, сидят без света и следят за тем, как ежедневно разрастается плесень под обоями. Не можем ни включить ни свет, как бы готовить тоже трудно. Да и вообще сырость, это очень плохо, влияет на здоровье. Мама у меня асматик еще, к всему этому, худшего состояния здоровья. Все уже идет на протяжении недели, как начались дожди. А между тем, семья Дианы на последний ремонт квартиры потратила около 200 тысяч рублей, в том числе и на обработку от плесени. На такие действия подрядчиков по программе капремонтов нашу редакцию жалуются из многих территорий Алтайского края. Камня на Аби, Бийска. А вот такое видео нам прислали сегодня телезрители из Рубцовска. Вот так у нас происходит ремонт крыши. На нашем доме по адресу бульвар Победа, 18. Похоже, с начала лета ситуация с ремонтом кровель не сильно изменилась. Тогда в нашем эфире мы рассказывали о том, как жители ряда домов в Алтайском крае пережили похожее наводнение по вине нерадивых кровельщиков. Мы написали запрос в фонд капитального ремонта, чтобы выяснить, почему у проблем такой массовый характер. Отвечать нам на камеру отказались, пояснив, что руководству не понравились наши предыдущие критические публикации. Письменный ответ пришел только 1 сентября. На данный момент в работе находится 170 кровель. В рамках процедуры предварительного отбора конкурсной комиссии тщательно изучается деятельность строительной организации, ее возможности, наличие квалифицированных сотрудников, опыт подобных работ и добросовестное их выполнение. Почему же, пройдя через отбор, компании допускают такие недочеты, от которых материально страдают жители, нам не ответили. Меж тем, по закону подрядчик должен принять меры по предотвращению возможных протечек, а при демонтаже старой крыши учитывать погодные условия. Интересно, что в подобной ситуации говорят жителям кураторы домов от фонда капремонта. Конечно, убытки, как правило, собственникам квартиры обещают возместить. Но не всех устраивает сумма компенсации. Квартиру Алексея Борисовича во время установки кровли затопило еще летом. Подрядчик согласился компенсировать ущерб, оценив его в 30 тысяч рублей. Но это не та сумма, считает пенсионер. Для оценки ущерба мы пригласили представителей независимой компании, которая оценила стоимость ремонтов и работ в пределах 94 тысяч рублей. Насколько хороший ремонт крыши, когда из-за него накануне холодов промокают потолок и стены, а в квартиры заселяется плесень, мокнутые опорные конструкции крыши. Сколько простоят такие кровли? Не знают, похоже, даже в фонде капитального ремонта. Ну а тем временем в квартире Денисовых льет уже неделю. Отошли от стены обои и под ними черная плесень, которая вредит здоровью хозяйки. В похожем положении в 44-м доме сейчас около десятка квартир. По краю, напомним, сейчас в работе полторы сотни домов. Алексей Янкин, Николай Шелков. Наши новости.